Приветствую всех! Интересный поединок нас ожидает. Марина Родригес против Аманды Лемас. На самом деле, в принципе, для меня этот поединок не является прям таким интригующим. Сейчас попробую по-быстрому объяснить почему. Марина Родригес это ударница высокого уровня. Что нельзя сказать про Аманду Лемас? Вот. Родригес, помимо всего, я считаю, сейчас находится на пике своих возможностей. Перевести, несмотря на то, что Лемас разностороннее, может как и неплохо в партере работать, так и в стойке. Но перевести Родригес это задача вообще из нелегких. А удержать ее, это тем более еще большая головоломка будет для Аманды Лемас. Правильно ли выставлен коэффициент? Я считаю, что 1.52 на Родригес вполне заслуженный коэффициент. В то время как на Лемас там 2.6-2.7, если не ошибаюсь. Может даже больше где-то сейчас. В общем, на самом деле Родригес в стойке, мне кажется, на голову выше и лучше смотрится Аманда Лемас. А в партере, по крайней мере, она, я думаю, ничего не даст позволить сделать, даже при каких-то возможно успешных тейкдаунах. Хотя не назвать, короче, Лемас в этом аспекте прям мастерицей своего дела. Но все же я считаю, что Родригес очень хороший шанс на этот поединок. Обладает она хорошей нокаутирующей мощью, в принципе, как для девушек. И моя основная ставка, да, это победа Марины Родригес за 1.52. Я считаю, что смотрится более чем уверенно. Бой тем более 5 раундов. Лемас не проходила еще 5 раундов. Как она будет смотреться, неизвестно. Вторая моя ставка, это победа Марины Родригес в 4-5 или по очкам за коэффициент 2.1, если не ошибаюсь. И все же окончательная моя ставка. Это я считаю, что Родригес все-таки, скорее всего, в данном противостоянии должна выиграть решением. На это коэффициент уже дают 2.5. Я думаю, вполне уместный, приемлемый коэффициент. И все ставки, в принципе, смотрятся как проходные в данном поединке. От меньшего до большего кефа. Но не удивлюсь, если в поздних раундах Родригес может и финишировать. Но где-то я бы отдал процентов, наверное, 65-70, что бой пройдет полную дистанцию. И Родригес заберет, скорее всего, единогласным, да, нежели то, что она нокаутирует Лемас. Лемас все-таки держалка неплохая. Но поединок с Хилл показал, что в стойке Лемас это не уровень вообще Марины Родригес. В принципе, у меня все. На этот кар всего лишь один прогноз на главный бой. А вот следующие поединки постараюсь как можно больше разобрать.